Вы принимали участие в сегодняшней акции, у нас на Канюшиной площади. Ваше впечатление о ней? Я приехал сегодня поддержать ленинградцев в этом протесте, потому что, на мой взгляд, очень важно сегодня проявление солидарности, демонстрации нашего единства, борьбы с партией жуликов и воров. И Москва, и Петербург, и Ленинград, и другие города сегодня должны максимально консолидироваться. Поэтому такая попытка продемонстрировать солидарность, на мой взгляд, удалась. Была очень хорошая энергетика на шестиве, на митинги, очень теплый прием. Я не один приехал, еще приехали представители других спектров политических, либерального и патриотического, можно сказать. Тоже был теплый прием. Мне кажется, такие периодические поездки в разные города, разных людей, они полезны. Они укрепляют контакты и позволяют понять, что у нас единое понимание ситуации, единое понимание необходимости сейчас наращивать активность в преддверии президентских выборов и добиваться на них результата. Скажите, Сергей, что делать представителю, как говорится, левой общественности в предстоящие выборы? Как себя вести для кого-то? В предстоящих выборах мы понимаем, что они заведомо не вполне легитимны. Конечно, если поступать по здравому смыслу, их нельзя было сейчас проводить. Нужно их было переносить и проводить после осуществления политической реформы. Но действующая власть нацелена на их наведение любой ценой 4 марта. Поэтому наша тактика, на мой взгляд, самая оптимальная, может быть следующая. Это ни одного голоса не отдавать кандидату от партии власти Владимиру Путину. И отдавать голоса кому-то из левых кандидатов. Ну, на мой взгляд, оптимально отдавать голоса тому, кто имеет максимальные шансы попасть в второй тур. Если такой будет, это Геннадий Зюганов. А дальше идти, наблюдать и 5 марта выходить на акции протеста, защищать свои голоса. То есть, если будет опять зафиксировано массовые нарушения, если будет понятно, что опять украли нашу победу, естественно, надо развивать уже бессрочную акцию протеста, всю ставку делать на уличную мобилизацию. То есть, идти до конца. Не уходить в сторону, идти до конца, как бы власть не сопротивлялась. Мирный протест вот этот наращивание. Я думаю, тут другого сценария просто и нет. Спасибо, наверное.